Всем привет! Все самоделкины собрались? Тогда поехали! Начнем мы сегодня с отличного стола для столярки. Даже не стола, а столика, потому что размеры его совсем небольшие. Но функционально он впереди многих своих собратьев, потому что, во-первых, это фрезерный стол. Во-вторых, это лобзиковый станок. А в-третьих, это распиловочный стол. Дополнительно, кстати, можно работать и с параллельным упором. Этот упор универсальный, поэтому он прекрасно используется и в комбинации с фрезером. Следующая самоделка будет на основе обычного столярного стола. Для этого с каждой стороны монтируются регулируемые по высоте держатели, на которых устанавливаются два провила напротив друг друга. Эти провилы будут служить направляющими для рельсы, по которой будет двигаться фрезер. В итоге получается что-то вроде рейсмуса, но не ограниченного в размерах. Стол можно расширять и подгонять под любую заготовку. Ну куда же без различных доработок ко всеми любимой болгарке. Данная насадка изготовлена очень профессионально и от заводской её не отличить. Если захочется поиметь такую же, боюсь, что без токарного станка тут не обойтись. Если нет своего, придётся бежать до знакомого токаря, потому что хорошие ролики иначе не сделать. Кто ещё не понял, это насадка для шлифовки труб, ну и других цельнедрических изделий. Хотя с такой насадкой можно и с деревом работать. А в перерыве между работой почему бы не попить чайку? Так, сейчас поставлю чайник. Вот техника до чего дошла. Знакомьтесь, мой умный чайник Redmond. Воду тут можно нагреть с точностью до градуса. И поддерживать её сколько надо. Вода всегда будет горячей. Причём настроить нагрев в один клик можно прямо в приложении в смартфоне. А ещё с умным чайником Redmond реально можно танцевать. А как насчёт управления без рук? Вот смотрите. Алиса, включи чайник. Поняла, сейчас. Горячий чай в один клик и супер дискотека в любое время. Умный чайник Redmond со скидкой 25%. Промокод и ссылку оставлю под видео. Следующая отличная идея для тех, у кого небольшая площадь гаража или мастерской не позволяет разместить все станки сразу. Это раскладной распиловочный стол. Из-за своих особенностей, даже погружная пила тоже была оснащена быстросъёмом из обычных зажимов. А после работы всё так же быстро разбирается, как и собиралось. Если решили обновить вентилятор, то старый всё равно не останется без работы. Его двигатель пойдёт в дело и станет частью тарельчатого ленточного шлифовального станка. Кнопки, кстати, тоже пригодились. Сам двигатель, конечно, не особо мощный. Да и дизайн у станка получился без особых изысков. Но главное, экономный и рабочий. Ссылки на все подробности к самоделкам вы найдёте в описании. Напишите в комментариях, что вам понравилось, а что, по вашему мнению, нужно ещё доработать. Ну и подписывайтесь на канал, впереди очень много интересного. Всем добра и всем пока!